здравствуйте коллеги рады приветствовать вас на нашем спринте он же марафон по изучению find by но прежде всего хотел бы поблагодарить вас что вы в конце года нашли время и желание изучить этот прекрасный аналитический инструмент ну и собственно планируем собрать сегодня от вас небольшой фидбэк что получилось что не получилось какие у вас были сложности и соответственно постараемся ответить на ваши вопросы в прямом эфире возможно вам это поможет в изучении инструментов find by давайте тогда начнем ну там то что я сходу видел да в нашем чатике там были какие-то сложности с ну собственно изначально с установкой программы find by не знаю все ли у вас получилось всегда забыл сказать если у вас там вы хотите что-то сказать да вот и вот функционале teams есть там поднять руку поднимайте руку я тогда буду вас что называется вводить в эфир сможете какие-то вопросики задавать либо получается из-за либо в чат можно писать как вам удобнее голосом или чатом вот соответственно первое задание было а него споткнулись многие это установка фарьбе и все ли в порядке все ли получилось если вопросов нет тогда давайте двигаться дальше собственно после установки у вас было первое знакомство с интерфейсом find by соответственно дальше вы загружали эти источники данных и создавали первые компоненты таблицы там kpi системе find by так ну давайте я сразу вот уже вижу вопросики в чате евгений спрашивает тестовая версия ограничено количеством строк выгружаемых из скуэль подключения да или нет руслан можешь прокомментировать не совсем здесь вот нужно настраивать скорее на стороне самого find by сервера потому что по умолчанию вас подгружается до нескольких миллионов строк и если вы хотите из вашей базы данных подгружать больший объем данных то это нужно настроить именно в конфигах администратора если вам интересно как именно то думаю потом мы с вами свяжемся и направим инструкцию и более подробно покажем но вообще вот сейчас пока сообщу что в рамках вот работа со спринтом работа с системе у нас идет выгрузка и по сути вот работа xl файлами то есть с теми файлами которые известны практически всем пользователям это распространенный вид аналитики источника и здесь поэтому мы решили вот так ограничить немного спектр подключения чтобы все точно смогли подключиться сделать ташпорды красивые отчеты чтобы понять как работать вообще в системе ну да коллеги да не стоит забывать что все пришли на данный мартфон с разным уровнем подготовки кто-то впервые пришел в бизнес-аналитику кто-то уже имеет опыт ну все наслышанные что find by да очень похож на табло на power by вот кто-то имеет бэкграунд хороший из этих систем вот поэтому мы старались что называется разжевать все максимально подробно с азов идем степ-бай-степ если у кого-то ну что называется есть вопросы повышенной сложности то не стесняйтесь можете писать прямо в чат как вы как видите оперативно отвечаем даже выходные праздничные дни будем стараться поддерживать этот режим и в дальнейшем вот есть еще вопрос от алисы по теории не номер пять написаны тогда вот я вижу собственно да здесь это разделяется по области доступов то есть у нас find by разделяется на два типа self-serve дата сетов это сущность где вы можете получается готовить ваши данные выполнять различные джоин действия объединение с другими источниками например sql и excel самый распространенный вариант например это план факт что план мы записываем в excel и а факт у нас тянется из базы данных это вы можете сделать в self-service дата сете и по функционалу они здесь разделяются на два типа первый это у нас идет аналитический который из себя так представляет облегченную версию в нем вы можете уже готовой таблице данных готовому набору подключиться и сделать какую-то первичную обработку есть сделать агрегацию сделать какие-то соединения но при этом вы ограничены объемом данных до трех миллионов строк здесь этот источник считается наиболее быстрый то есть вы можете какую-то ад-хок аналитику сделать сразу и у вас прогрузится он быстрее например визуализация чем с обычно чем из процессе чем у нас перспективен процессинговый набор данных то что там у нас есть сочетание с набором данных sql и таблицами так называемый database table то есть вы можете из вашей базы данных выгрузить таблицу и уже на готовой таблице данных сделать какие-то связи ассоциации либо же вы можете сразу приступить к разработке тоже такой вариант доступен отлично руслан спасибо если какие-то уточнения по ходу нужны да там алиса или какие-то другие участники пожалуйста спрашивайте что может быть непонятно так вопрос от все волода по поводу кипят клонений продаж к прошлому году правильно ли я понимаю что тут без вывода года не получится отобразить получается дашборд здесь вот в данном методе мы используем такой более легкий метод расчета через фильтр и а также метод от расчета через отклонение году потому что вы можете просто пограничивая фильтром код сделать вот сравнение такое year over year то есть сравнение к предыдущему периоду в мне кажется у нас 11 это где будет работа с вычислениями различных типов это также и вычисления на уровне самой системы то есть это дата сетах вам будет представлен другой пример когда вы можете не ограничиваясь каким-то определенным периодом рассчитать как раз сравнение к прошлому году поэтому в следующем дне вы сможете это узнать без привязки к году периоду отлично ну вот комментарии от алисы чтобы из картинок руслан тяжело понять если возможно что-то показатель или там нет готовности к этому вопросу соответственно там вот эти типы данных схода не увидим мы да я думаю можно сейчас продемонстрировать это давайте сейчас включу демонстрацию так сейчас должно быть видно экран да видно а вот смотрите как у нас разделяются два типа вот этих селсер дата сет здесь вот есть два типа источника то что вот мы прошли в получается третьем дне когда у нас разделяются они на каталоге это те папки которые вот как у нас windows то есть это обычное разделение по структуре вы можете здесь увидеть что достаточно много может быть таких вот отдельных группировок а отдельно в целом а просто вот папа которые содержат не сгруппированные данные по смыслу если мы например перейдем куда-нибудь группировку мы можем увидеть что здесь могут еще находиться папки и вы внутри можете выделять такие вот группировки для удобной навигации если мы перейдем сейчас внутрь вот этой папке обычной оранжевой у вас будет здесь две опции вернее вот одна такая связанная с процессинговым датасетом это добавление различных видов таблиц то есть здесь у нас появляется database table sql дата сет это наборы данных которые помогают вам готовить либо связанные с базой данных то есть вы можете либо таблицу выбрать конкретную либо целый sql запрос когда мы говорим о excel источниках либо self-serve дата сетах они здесь тоже доступны но вас нет ограничений на объем данных то есть вы можете выгрузить 5 миллионов строк 10 миллионов строк и система это сможет переварить скажем так если мы говорим про пользовательскую прям такую эту хок аналитику здесь у нас могут синенькие папочки помочь это self-serve дата сет это когда пользователь сам внутри выгрузил данные подготовил какие-то там может быть у нас небольшой объем данных и мы хотим как-то вот на этой данных построить быструю аналитику для этого мы тогда можем точно также сделать это был но здесь у нас две опции либо excel либо self-serve дата сет при этом мы ограничены тем что не можем добавить сторонние подключения виде sql и вас дан скажите так понятнее ответил да надеюсь да даже я понял вот собственно здесь такие есть опции еще то что здесь могу сказать когда мы изучали ассоциации с таблицами на стороне self-serve дата сета именно вот таких аналитических у нас нет возможности добавить связи с другими таблицами у нас вот здесь если мы пытаемся навести у нас такая появляется серая башка no permission то есть мы не можем это сделать а на стороне когда мы говорим именно обычных источников у нас для этого есть принципе все возможности дайте покажу сейчас какую-нибудь из таблиц которая есть то есть здесь у нас синенькая горит и мы можем добавить какую-то из связей в принципе здесь могу рассказать про сами связи между таблицами чем они могут помочь это вот у нас тоже доступно на вкладке со уши этот view то есть какие-то более сложные структуры связи по ключам по связи между таблиц мы можем легко понять и если захочу какую-то выбрать меня вот здесь они все будут достаточно подробно и наглядно отображаться это то что у нас было по материалам получать с пятого дня да ну то есть у нас после пятого да еще один день был шестой как раз создавали первые компоненты таблицы и kpi здесь вот могу пока прокомментировать тоже вот в чате был достаточно распространенный вопрос с версиями некоторые пользователи участники спринта уже до этого были знакомы с системой и они либо вот в рамках оперативного пользования как-то вот смотрели find by и тестировали и часто встречалось что версии там не совпадали у нас в спринте в рамке обучения необходимо скачивать именно версию 5.1.23 то есть у нас программа построена на работе в этой версии мы считаем ее одной из самых стабильных на данный момент которые доступны в принципе со всем функционалом и поэтому тоже предлагаем скачать именно ее а после того как вы установите у вас будет запущен двухнедельный период бесплатный период использования find by где вы можете как раз таки познакомиться со всеми функциями действиями в системе да ну стоит заметить да что наши китайские партнеры довольно оперативно выпускают свежие версии то есть ну да как вы уже заметили вот сейчас мы рекомендую на 23 версии работать вышло 25 уже но тоже довольно стабильная версия но все-таки пока рекомендую на 23 вам оставаться в ближайшее время уже выходит 6 версия там просто сильный расширен функционал это действительно там такое мощное обновление вот так что если есть какие-то вопросы какие-то пожелания чего вам не хватает чтобы вы хотели еще дополнительно увидеть функционале системы или что-то вам сейчас неудобно как вы привыкли делать там в том же табло порубя и можете прислать это в чат мы оперативно это вендору даем на проработку и он с обратной связью к нам возвращается говорит там в какой релиз и как скоро он готов это вставить так вот еще вопросиков накидал антон гифки в инсталят в инструкциях не очень удобно и ну это да по функционалу сайта торопились до конца нового года сделать да что-то возможно где-то не доработали да на самом деле учтем поправим потому что планируем еще один поток запустить так еще вопрос от все лада если какая-то опция просмотра дашборда масштабирование дашборда под маленькие экраны экран телефона да есть такая у нас опция то есть мы можем дашборд адаптировать не только под текущую какую-то версию и под работу на персональном компьютере мы также можем принципе использовать и разрабатывать его под мобильную версию для этого мы можем перейти отдельно дашборд и воспользоваться опцией мобильной разработки это устанавливается при помощи отдельного плагина если вам интересно мы можем потом его тоже в группу прислать также хочу отметить что по mbi доступна бесплатная достаточно функциональная мобильная версия где вы можете тоже вашу отчетность просматривать таком режиме тоже вполне рабочий себе кейс отлично спасибо руслан да ну и туда коллеги евгений нам дополняет нас что еще будет полноценный и и теле инструмент да вы совершенно правы здорово что интересуетесь инструментом так давно на китайском рынке в общем назывался find you дальше сейчас на интернациональной версии он выходит под названием datalink но тоже ориентировочно вендор говорит что русифицированная версия будет но не русифицирована англифицирована да англоязычная будет готова в первом квартале следующего года ну соответственно мы тоже ее протестируем расскажем вам про ее преимущество да потому что ожидаем конечно очень сильного улучшения качества фанге его в плане т.л. есть определенные вопросы ну собственно как и у табло было у табло был отдельный инструмент табло преп который занимался и телепроцессами также и find by принципе практикует такую же практику чтобы люди там условно дата аналитики не сильно погруженные в данные могли с помощью сэлс-сервис инструмента простого удобного и понятного быстро строить графики получать ответы на свои вопросы проверять гипотезы вот а для тех кто уже детально погружен в данные вот для них как раз есть отдельный инструмент с которым можно работать уже серьезными объемами данными серьезными этом преобразованиями данных ну и все что касается и т.л. я вот тут да и сергей вот сейчас еще насчет предыдущего вопроса хотел показать что действительно понять я есть мобильная верстка вот когда мы устанавливаем плагин у нас есть такая вот появляется кнопочка mobile layout то есть режиме разработки вы можете на нее кликнуть после этого вам система предложит перестроить ваш визуализации под интерфейс часть она автоматически адаптирует сама часть вы можете потом в режиме такого тоже drag and drop а перетянуть сделать другие вот форматирования все как вам необходимо то есть отжать так сделать больше меньше это принципе у нас тоже допустимо так я тут вижу следующий вопрос касательно пробного периода да так сергей наверно ты прокомментируешь до доступ останется не переживайте игру где-то ориентировочно вот в первом квартале следующего года мы планируем повторить марафон соответственно будем привлекать туда новых участников если у вас что-то не получится пройти но все понимаем сейчас предновогодняя суета можно будет там заново степ-бай-степ пройти но потому что основное ограничение там будет это с с лицензиями поскольку тестовая лицензия выписывается но там и хитро сделано у китайцев у них по умолчанию написано две недели но там зашит рандомайзер то есть она может отключиться у вас через две недели а может отключиться через два месяца и вот но сами китайцы на это управлять никак собственно не могут вот и чтобы у вас четко все работало лучше заново получить тестовую лицензию чтобы четко за две недели нашего спринта вы смогли все все задания выполнить и соответственно получить те знания которые будут вам необходимы для работы руслан тут спрашивают если вы просит бросить в чат ссылку на мобайл плагин у тебя есть под рукой нет под рукой нет но после записи получается в чат или грамм конечно да я отдельно добавлю что уже будет файл для скачивания плагина и собственно как его потом можно активировать да поэтому ну призываю всех не стесняйтесь на самом деле глупых вопросов нет активнее пишите в чате понятно все когда-то начинали изучение новых продуктов тем более ну для многих это новый но для российского рынка он появился только там буквально в мае этого года поэтому не стесняйтесь пишите там глупых вопросов нет мы на все отвечаем мы собственно здесь для этого и собрались чтобы вместе изучать все политика лицензирования наталья спрашивает очень простая собственно есть лицензии можно приобрести по подписке можно приобрести лицензии постоянные есть всего две роли да то есть у табло например было три роли разработчик ну креатор эксплоры в юрда уфа эндио всего две роли для девелопера в юр девелопер это разработчик с максимальными правами и в юр собственно только на просмотр дашбордов ранее созданных девелоперами вот собственно все просто дальше как бы все рассчитываем присылайте ваш запрос какое количество лицензии ну и собственно какой тип лицензии там подписка вам больше нравится или постоянной лицензии и дальше уже будем по коммерческим вопросам с вами общаться коллеги на что похож не ты или инструмент но упала вы забегаете просто реально вперед но во-первых я говорю еще собственно англофицированная версия не выпущена раз и ну и два все-таки здесь мы собрались созов все изучать давайте для начала хотя бы изучим find by а потом уже будем приступать к изучению дата линка похоже это визуально на собственно такой же как бы визуальный пель не знаю если вы знакомы там табло преп не знаю что там еще можно сказать какой-то логином лоджином из российского что-то из этой серии так вячеслав еще спрашивает верно я понимаю что пробной лицензии для того что обучение не получится брать ну к сожалению да именно такой версии вот как было например упор бей когда можно было десктопную версию скачать и самому и пользоваться здесь не получится то есть вот реальная версия игры она внезапно заканчивает и уже сталкивались такой ситуации когда люди отдала на чем у нас реальная версия вот она работает и работает вот проходит какое-то время и она внезапно выключается к сожалению что вот ну сам ужасно пропадает все результаты вашей работы вот и это как бы опасно на самом деле рекомендую всем лучше напишите нам мы вам выпишем полноценные оценочные лицензии их обычный срок один месяц вот и на таких лицензиях уже можно там полноценно работать но для этого как бы опять же нужны контактные данные именно по компании то есть именно с частными лицами все таки но не мы не фанран не работает это все-таки корпоративное решение подразумевается что у вас за плечами стоит какая-то компания данные которые вы готовы предоставить ну папа еще раз решила когда вижу ваш комментарий что вам жаль но можно перерегистрироваться конечно но вот так так себе вариант да то есть вот как каждые две недели что называется перепродлевать эти тестовые лицензии на игру все-таки лучше изучать этот инструмент в рамках какой-то компании лучше игру устроить там стажером в компанию и собственно вам бы хотя бы оценочную лицензию и тогда сможете работать а вот вижу запрос павлом так так добрый день да здравствуйте меня вот такой вопрос при построении дашборда там дальше можно выбрать кнопку расшарить его можно и тут имеется ввиду расшарить можно ли над одним дашбордом работать сразу компании но там несколько человек или этот дашборд делает один просто для чего тогда вот этот шаринг нужен здесь смотрите вот есть в нб а несколько опций это в плане того как вы делитесь уже готовым получаться даже пардон с другим пользователем да я сейчас продемонстрирую так дима с экрана собственно по нб а есть три способа как можно поделиться дашбордами первый способ это который тоже вот вы можете ознакомиться в рамках дня это вот рамках работы с директоре то есть мы после того как перешли открыли вот на опубликованные дашборды то есть другой кто-то сделал мы теперь их видим как простой вот бизнес пользователь как просмотрщик после этого я например здесь выберу какой-нибудь из дашбордов я его открываю он у меня подгружается после этого я вижу интерфейс это номер 1 для этого нужна лицензия пользователя разработчика чтобы я мог выгрузить данные системы мог посмотреть сам и сделать какие-то фильтрации посмотреть какие-то аналитические действия и все в этом плане второй метод это доступ по публичной ссылке find bi здесь вот достаточно похожим форматом работает как power bi то есть когда мы можем выбрать дашборд мы можем нажать create public link после этого я нажму share link и могу поделиться данными дашбордами с другими пользователями здесь я если вот нажму скопировать ссылку и сейчас например продемонстрирую это вам вот в качестве отдельного решения вы сможете точно также открыть и посмотреть на дашборд давайте я сейчас даже сделаю и вы можете в чате посмотреть попробовать поработать с интерфейсом это второй метод и третий метод когда мы берем и делимся нашими наработками уже с кем-то еще в компании то есть это другой значок но также у нас доступен на этой плашке то есть когда я вот сейчас навожу на сам дашборд уже сделанный во вкладке дашборд я могу нажать здесь три шарика share замочком и выбрать конкретных пользователей выбрать департаменты с кем я хочу поделиться этим дашбордом этот дашборд пользователь дальше сможет редактировать да может его пересохранить принципе доступны все действия разработчика как раз вопрос вот по третьему то есть как раз через эту функцию через шаринг я выставляю пользователя и у него этот дашборд не появляется то есть он его не видит а у него он должен отобразиться в отдельные вкладки directory и share визме да должен отобразиться по идее вот в этом экране вы можете выбрать пользователя который вам собственно дашбордом поделился и после этого у его пересохранить но еще вот здесь видите колокольчик когда отображается у вас тоже должно появиться такое уведомление что другой пользователь поделился с вами этим дашбордом вы можете еще раз можно еще раз тогда по шагам как как вот допустим я сделал дашборд чтобы другой человек его увидел то есть я вот выбираю дашборд делаю шаринг дальше выбираю пользователя и у него на экране в но от фильтре директоре должен появиться этот дашборд правильно понял да это раз второе если тоже вам поделились дашбордом у вас есть вот над самой дашборд вот тут сейчас против поближе сделаю над вкладка где вы можете добавить новую папку либо же дашборд у вас есть опция шердэшборд это дашборды которые у вас сейчас находятся в режиме администрирования то есть вы уже их сейчас вот смотрите как разработчик здесь вот тоже они есть это те дашборды они могут быть опубликованы могут быть не опубликованы вы здесь тоже можете поменять но это мои дашборды которые я публикую то есть это не значит что человек который заходит и хочет посмотреть мой дашборд он не увидит его в шаринг дашборд он увидит его здесь шердэшборд а те как мы пробовали так не личная ссылка не вот здесь я думаю вам нужно проверить какие-то опции возможно здесь есть проблему это правами да возможно здесь потому что тоже вот вопрос мы до это не за не заходили и в принципе эту тему не планируется раскрывать материал спринта но часть визуализации в рамках например корпоративного пользования вам могут быть недоступны либо не видны то есть если вы на общем сервере у вас компании работает тестируется find by и часть дашбордов могут быть закрыты то есть администратор вам закрыл и вы не можете часть визуализации часть дашбордов использовать это принципе тоже такая опция доступна и здесь не стоит пугаться если чего-то у вас нет если вы тестируете вместе компании не но я как администратор я как раз вот и открываю то есть я под собой делаю дашборд хочу им поделиться чтобы аналитика дальше там посмотрела его доработал шариваю и он заходит как раз вот шар дашборд и он их не видит и у него никаких колокольчиков не появляется это вот прям как проблемы ну то есть никто не с другой стороны не получается хотя право вроде бы все настроены что ну ладно будем разбираться да но здесь вот это основные вкладки если мы именно ширимся дашбордом и меняемся его обмениваемся с кем-то то есть у нас такие доступные опции вот ну да для просмотра это все понятно хотелось бы просто для того чтобы можно было совместно редактировать совместно редактирование здесь вот тоже уточню как вот в системе все кто знаком с табло то вот ожидается что в шестой версии у вас будет доступен уже полностью интерфейс как знакомый то есть вы можете отдельно по листам по вкладкам дашбордов поделиться с другими пользователями и они уже будут сразу иметь права как на редактирование либо на только работу с данными там это может будет гибко настроить немножко забегая вот вперед и будущее а по лицензированию если сейчас лицензия на вот текущую версию на обновление потом надо будет что-то докупать или это потом просто можно будет обновить нет здесь можно будет вам просто обновиться до новой версии актуально то есть это будет просто более высокая версия скажем так дополнительно ничего не нужно будет за это доплачивать а вы на своей стороне протестируете обновление чтобы потом ничего не при обновлении не упала да конечно конечно и здесь я тоже могу как бы забежать вперед для некоторых тоже вот пользователей кто может дойти у нас до финала будет особенный тоже вот подарок который тоже может потом понравится поучаствовать скажем уже напрямую в развитии самого продукта ну и в принципе сейчас если у вас есть какие-то идеи запросы что вы хотите увидеть как в работе там ваших системах вы можете это написать в чате мы обязательно это передадим вендору и ваш скажем реквест будет рассмотрен ваш запрос так ну тогда вот хочу прочитать слова благодарность от алисы который понравилась четкая структура в каждом дне узнала много нового несмотря на то что уже работает с вами бей спасибо алиса нам приятно соответственно и коллеги выложили ссылочку на что так это была ссылка если публично поделиться дашпордом я сейчас проверю если она еще доступна это коллеги могут зайти на один из наших тоже дашпордов смотреть поработать с ним принципе вот сейчас в рамках тоже встречи а подскажите еще прямой коннектор для mongodb не планируется а он есть он доступен то есть это в рамках такого отдельного оплатного расширения вы можете его потом установить то есть это как платные функции до платный плагин для него есть ну и здесь принципе вот тоже добавляя про подключение если мы начали говорить про базы данных различные что в целом для корпоративной разработки и работ в системе здесь достаточно много у нас подключение к популярным базам данных я сейчас покажу здесь это достаточно много источников это и популярные такие вот как пасгресс microsoft сервер mysql это могут быть и какие-нибудь быстрые достаточно поколоночные базы в виде кликхауза это моя кликхауз вот отлично ведь здесь тоже сделано достаточно удобно вы создаете отдельные подключения базе и остальные пользователи могут начать работу с ней то есть уже вытаскивает таблицы либо как аналитиком с квей запросами либо просто таблицами баз данных как это будет в другом дне так вот вижу комментарий от евгения по поводу времени на самообучение согласен до времени у всех не хватает тут важно расставлять приоритеты но еще раз повторю если вам нужны будут там оценочные лицензии на более длительный срок ваш там написано на какую почту слайд запрос единственно повторюсь это надо делать от лица организации то есть потребуется соответственно писать с корпоративной почты и название вашей компании так вот сейчас вижу вопрос про ссылку адаптации под экран да это так тоже кнопка доступна при помощи плагина он позволяет вам адаптировать дашборд под разные расширения экранов то есть это может быть просто по широте как вы его сделали это может быть как формат разработанного дашборда потому что тут стоит отметить что сейчас find by у нас дашборд представляется вот в том же самом разрешении где он был создан то есть вот вы его сделали на ноутбуке на небольшом разрешении 1366 на 768 и если вы попытаетесь его открыть на более высоком разрешении экрана то у вас он конечно какой-то степени поплывет и будет более таким вот либо совсем маленьким липс адаптации он будет вас наоборот таким вот широкий плагин этот бесплатный вы его можете скачать но я вот тоже потом отправлю здесь в чате отдельным вариантом под версию 5.1.23 сможете его потом активировать здесь вот до вопрос поступил про и скей сервер 19 версии вот на текущий момент вы можете в принципе подключите версию мссql 19 через отдельное расширение я думаю то что тоже мы можем вам потом отдельно обратиться и выслать инструкцию как это можно сделать ну и по материалам тоже вот здесь сейчас вопрос который возник вас в принципе они останутся навсегда потому что курс этот он как бы публичные в открытом доступе и после прохождения всех 14 дней вы всегда сможете вернуться к кому-то из дней если вы что-то забыли либо вы хотите вспомнить и изучить вот как делать то или иное действие find by так ну вроде бы все давайте тогда будем наверно заканчивать для первого раза вопросов не очень много но поскольку такие были довольно простые темы просто мы ознакомились с инструментом а через неделю после следующих шести уроков снова встретимся пообщаемся надеюсь вопросов будет больше спасибо